Всем привет! С вами Даня Махогани-Семенов и из сегодняшнего выпуска видеоновостей вы узнаете об обновленном составе Минески по Дота 2, о возвращении Старикса на CSGO сцену в качестве игрока, о наказании китайских игроков за договорное выполнение квестов Дота 2, о новой стриминговой платформе SmashCast, а также о перспективах киберспорта по мнению чемпиона Европы по шахматам. Бывший оффлейнер Vega Squadron Андрей Макчипенко заменил Ли Куху Канг Янга в составе Минески GG Network. Организация устроит пятерке испытательный период в несколько дней, а затем выберет игроков на заключительный этап сезона. Команда также рассталась с AU. Его заменил 343. Он уже выступил за команду на квалификациях De Manila Masters, Mars Dota 2 League 2017 и Epicenter Moscow 2017. Андрей Макчипенко продолжил выступать за Vega Squadron в сезоне 2016-2017. В марте 2017 года организация просмотрела игроков на 4 позиции, и место мага получил Василий Afterlife Шишкин. 343-й начал сезон в Execration, но перешел в Bears после The Boston Major. Оба игрока не прошли на The Kiev Major. Минески GG Network решила построить состав вокруг Чай Мушу Йо Фуна в марте 2017 года, когда не прошла квалификацию к мейджеру в Киеве. Команда отдала контракты RR и Jules HappyFit, чтобы подписать AU, и продала Fnatic соглашение Miracle. Бывший тренер НАТО с Винсера G2A Сергей Старикс Ищук возобновил игровую карьеру и перешел в Team Spirit, которую в марте покинул Антон Кибакин-Колесников. В обновленном составе коллектив выступит на CIS Minor Championship 2017 Краков. Слухи связывали Сергея Старикс Ищука с Team Spirit еще в конце марта, но на тот момент информация не подтвердилась. 10 мая российская организация официально представила Ищука игроком команды. В НАТО с Винсера Старикс провел более семи лет. За украинский мультигейминг Ищук выступал в роли игрока, а в 2015 году перешел на тренерскую позицию. 10 марта 2017 года он был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. В тот же день Старикс опубликовал пост на странице ВКонтакте, в котором заявил, что готов ко всем предложениям. Оператор Dota 2 в Китае Perfect World применил санкции к игрокам, которые устраивали матчи для выполнения заданий боевого пропуска к The International 2017. Компания откатила уровень предметов и запретила выбирать предпочитаемый язык во время поиска матча. Действия Perfect World спровоцировали критику на китайских форумах. Игроки утверждают, что не наносили вреда другим пользователям, в то время как их товарищи нередко отказываются заканчивать карту из-за заданий. Пользователи также напомнили, что проблема появляется несколько лет. По их мнению, ее можно решить, если убрать квесты из рейтинговых матчей. Игроки, которые хотят выполнять задания в договорных поединках, одновременно начинают поиск матча с одинаковым предпочитаемым языком. Этот метод был наиболее эффективным в Китае, поскольку большинство игроков не выбирают иностранные языки в настройках. Квесты боевого пропуска к The International 2017 приносят очки, которые повышают уровень предмета и открывают награды. Пропуск также можно прокачать прогнозами или внутриигровыми покупками. Новая платформа SmashCast предложила стримерам повышенное качество изображения. Они могут транслировать игру в разрешении 4К с частотой 60 фпс против 1080p на свече. Совместная площадка Azubu и Hitbox также запустилась с киберспортивным режимом. На трансляциях профессиональных матчей используется Hypopeter. Его показатель меняется с командами-смайликами, которые зрители отправляют в чат. Еще одним отличием от конкурентов стала лента. Она позволяет делиться новостями со зрителями и проводить опросы. К записям можно прикреплять фото и видео, а длина записи может составить до 3000 символов. Владельцы сервиса выбрали закрытую модель работы со стримерами. Желающие транслировать игры на SmashCast должны связаться с службой технической поддержки. В отличие от Twitch'а, SmashCast не предлагает трансляции профессиональных турниров по League of Legends. До слияния с Hitbox Azubu отказалась платить Riot Games 3 миллиона долларов за лицензию на сезон 2016 года. Hitbox и Azubu пообещали открыть совместную площадку в январе 2017 года, когда Azubu выкупила конкурента. Источники Los Angeles Times оценили сделку в несколько десятков миллионов долларов. Azubu прекратила работать 20 апреля. Ян Фруснова, не помнящий, завоевавший титул чемпиона Европы по шахматам в 2010 году, оценил перспективы киберспорта. Он рассказал про свои успехи в Hearthstone и Dota 2 и заявил, что между e-sports и традиционным спортом может развернуться серьезная борьба за спонсоров. Ян рассказал, что несмотря на то, что несколько лет как он отошел от киберспорта, он с удовольствием продолжает следить за ним в качестве зрителя. Совмещать шахматы и киберспорт шахматисту было очень трудно, ведь по его словам, деятельность киберспортсмена отнимала очень много времени на тренировки. Но даже несмотря на это, Фруснова год входил в сотню лучших игроков Европы по Hearthstone. Спортсмен также заметил, что с тенденцией роста киберспорта он не будет удивлен, если отдельные кибердисциплины войдут в программу Олимпийских игр. На вопрос журналиста о том, станет ли киберспорт популярнее, например, футбола, Ян ответил, цитирую, Это вполне реально. Новое поколение людей с пеленок умеет пользоваться интернетом. Понятно, что по мере развития технологий в компьютерной сфере количество киберспортсменов будет только расти. Это, конечно, не говорит о том, что через 10-15 лет на матч Реал-Барселона не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе. Будет интересно понаблюдать, как игровые виды спорта будут конкурировать за спонсорство с киберспортом. Считаю, что гонорары ведущих киберспортсменов в ближайшем будущем будут соизмеримы с доходами звезд мирового футбола. Конец цитаты. Приятно видеть, что признанные мастера спорта так относятся к киберспорту. И пока Ян Фруснова, не помнющий, болеет за киберспортивные коллективы, мы будем болеть за него и пожелаем ему удачи в его шахматных баталиях. И на этом у меня все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»